О слово «русское родное» — это строка стихотворения русского поэта-мыслителя Фёдора Ивановича Тютчева, послужила названием для выставки в центре музея Гончарова. Но эти слова относятся к творчеству трёх русских поэтов — Пушкина, Тютчева и Аксакова. Открытие выставки приурочено прежде всего к 190-летию приезда Александра Сергеевича Пушкина в Симбирск. В начале осени 1833 года поэт совершал поездку по местам, где когда-то бушевала Крестьянская война во главе с Емельяном Пугачёвым с целью завершить сбор документов и материалов для капитанской дочки и истории Пугачёва. В Симбирской губернии он гостил 9 дней. Кроме того, межмузейный выставочный проект посвящен трём юбилейным датам. Выставка особенно актуальна в преддверии 225-летнего юбилея Александра Сергеевича Пушкина. Вы знаете, здесь как бы сошлись вот так вот в единое целое три юбилея Пушкина, Тютчева, 220-летий и 200-летий Ивана Сергеевича Аксакова. И актуальность времени. Когда, как не сейчас, очень важно поддерживать вот эту основусть, богатство русской литературы. На выставке представлены уникальные живописные графические изображения, фотографии, рукописи, документы, письма, книги. Рассказывающие о жизненных и литературных точках пересечения Пушкина, Тютчева и Аксакова. Иван Сергеевич Аксаков приходился с зятем, Фёдором Ивановичем Тютчевым. Он был женат на фрейлине императорского двора Ани Фёдоровне Тютчевой. Литературная Россия о поэтическом таланте Фёдора Ивановича Тютчева узнала благодаря пушкинскому современнику, журналу «Современник» в 1836 году. А Иван Сергеевич Аксаков становится первым биографом Фёдора Ивановича Тютчева. Он оставляет очень ценные биографические очерки. Тем не менее, как отметила куратор выставки, главной фигурой проекта является Пушкин. Она обратила внимание на письмо Александра Сергеевича, которое он написал, но не успел отправить перед роковой дуэлью. Адресовано оно детской писательнице Александре Осиповне Ишимовой. И он ей писал, что случайно прочёл вашу историю в рассказах для детей и невольно зачитался. Вот как надо написать. И вы знаете, вот этот автограф, который хранится в Институте русской литературы, Пушкинский дом Российской академии наук, становится последним письменным словом Пушкина. На выставке можно увидеть и псалтырь из фондов музея-заповедника усадьбы Муранова имени Тютчева, которую подарил Ивану Аксакову основатель православной церкви в Японии Николай Японский. Именно Николаю Японскому был доверен вести молебен во время открытия памятника Александру Пушкину на Тверском бульваре в 1880 году.